приветствую вас дамы и господа 6 марта сегодня вышел патч 1.25 сервера запустили можно играть новый боевой пропуск апнули кучу танчиков ребаланснули ветку японских пт сделали их снайперскими мы об этом уже говорили в отдельном видео разбирались нерв это или нет в общем и целом контента навалом и в этом видео я вам подробно расскажу что нас ждет в марте боевой пропуск у нас с 6 марта по 12 июня позывной репей три основные танка с 3d стилями концепт номер 5 bz75 хури 3 в боевом пропуске можно пофармить теперь чертежи также шестеренки для экспериментального оборудования и само экспериментальное оборудование на выбор также в боевом пропуске нас ждет дополнительная четвертая глава которую можно купить за 1500 золота но если вы будете покупать основные главы улучшать их за 2 500 золота то не нужно покупать улучшенную главу четвертую дополнительную поскольку вы на ветер выкиньте 1500 золота чтобы получить доступ к дополнительной главе нужно пройти три основные главы чтобы получить улучшенную дополнительную четвертую главу нужно купить три основные главы и улучшены и вам четвертую дадут в подарок поэтому если вы 1500 потратите на то что был лучше четвертую главу, вы просто на ветер выкинете 1500, если улучшили первые три основные. Имейте это в виду. Также добавили еще пару наборов за огромные кучи золота в магазине в игре, в одном из которых можно формануть 500 очков боевого пропуска, но стоит это что-то очень дорого. А во второй там член экипажа, какой-то камуфляжик и резервы на серебро и стоит это еще дороже. Я честно говоря вообще не понял этих наборов, на мой взгляд они стоят сверх дофига и наверное направлены на тех, у кого золото просто миллионами и оно вообще для них ничего не стоит. Также в боевом пропуске за жетоны можно купить еще два новых танка, Тайгер Маус и Советский Объект 590. Я на них еще не играл, поэтому не знаю. Как поиграю, сделаю отдельный видосик, где расскажу подробно какие танки стоит брать в первую очередь за жетоны, а какие лучше не стоит. Также 6 марта по 30 апреля натиск Грозовой Волк. Там тоже немножко ХП добавили, карты немножко поменяли. Снова монетки натиска надо фармить, чтобы формануть золото там, фиолетовый УМП, ну и так далее, там небольшие наградки и боны. С 11 по 18 марта у нас будет Масленица, там будут какие-то специальные задачи. Также в этой самой Масленице нас ждет караван, так называемый, в какой-то своей вот лестовской вариации. Будут товары бесплатные и за золото каждый следующий товар дороже. В конце нас ждет Леший. Леший это СУ-130ПМ, только в 3D стиле, который не снимается. Как оно там, это событие будет происходить, еще надо будет разбираться. Также 15 марта во внутриигровом магазине нас ждет бесплатно 5 демонтажных наборов. С 13 марта мини-марафон на сайте опять 15 вот этих заданий, которые мы уже миллион раз делали, где в награду можно получить премтанки. Первые самые быстрые 250 человек получат сразу премтанк G-4008, это британская ПТ-шка с барабаном. Остальные 750, которые просто пройдут за отведенное время эти задания, случайным образом получат 1 из 750 танков. В принципе, условия такие же, как обычно. С 15 по 18 марта аркада торпедный удар, с 15 по 22 марта трейд-ин. И я так понял, в этом трейд-ин можно будет сдать кори за 100% стоимости, то есть обмены 1 к 1. Вот допустим, купили вы за свои деньги кори, потратились на него, у него одна роль была. Потом разработчики сделали другую роль, которую вы не покупали. А теперь еще и в трейд-ин вы можете этот танчик отдать, чтобы забрать другой. Слава богу, хотя бы не надо доплачивать. Но опять же, будет ли что-то там интересное, чтобы этот танк отдавать, если он вам уже не нравится? Может это все к тому и шло, чтобы просто кори не было вообще в игре? Также еще за 100% можно будет сдать БЗ-176, Шкода Т-56, Бураск, Е-25 и арта 5 уровня Левша. На мой взгляд, все эти танки имбовые и сдавать их не стоит. Ну, помимо кори. Кори тут сами разбирайтесь на свой вкус, нравится он вам или нет. Мне, допустим, кори и до этого не особо нравился. Мне, допустим, Скорпион намного больше нравится, поскольку я на нем могу с кайфом ездить по карте и стрелять куда мне удобно. А не корячиться с этой рубкой, без башни, мне прям вообще не комфортно. Ну и также Левша 5 уровня, не знаю зачем вам арта 5 уровня, тут тоже сами думайте. А вот что можно будет взять в трейд-ине, непонятно. Нужно разбираться. Также за 70% стоимости не видно ничего сверхинтересного, что можно сдать. Ну, возможно, тут танки только те, которые добавили для обмена. Единственное, что КВ-1С с механизмом заряжания, вроде его дарили. Кажется, мы его бесплатно получали, так что я думаю, можно его сдать и взять что-то другое. Раз мы его получили бесплатно, если он вам не нужен, то можно сдать и взять что-нибудь поинтереснее. Ну и за 50% из интересного, что можно сдать, это Химера. Поскольку мы ее бесплатно получаем в ЛБЗ, если она вам не нужна. А я в рандоме их несколько лет не видел вообще ни разу. Я даже, честно говоря, забыл, что такой танк в игре существует. Поэтому, если он вам не нужен, можете сдавать и брать что-то поинтереснее. В принципе, больше каких-то интересных выборов, что сдать, я не вижу. Осталось узнать, что можно взять. С 12 по 19 марта историческая статья про БТ-7. Наверное, как обычно, в нее напихают каких-нибудь кнопочек, которые нужно будет клацать, чтобы что-то там получить. Также в марте стартует легендарная семерка Пламя Судьбы. В этот раз обещают оффлайн-турнир. Также в видео про боевой пропуск, позывной Репей, были пасхалки о том, что будет режим Ваффентрайера. Наверное, как обычно, осенью он и будет. Уже даже прошлые события некоторые тоже были с пасхалками, тоже про это событие. Поэтому я думаю, что осенью ждем. Также немножко хочется сказать про кори. Там, видите ли, было написано 200 мм брони, а в клиенте теперь написано 190. На самом деле, у него и так вроде как написано, если в моде посмотреть, что 200 мм есть. Где-то чуть больше, где-то чуть меньше. Там разной толщины броня. Что там было на тесте, что на основе я не сверял. Честно говоря, не знаю, зачем лишний раз дергать игроков и напрягать этим ребалансом кори. Там все равно есть 200 мм, ну и написали бы 200, раз уже там во время теста писали, что 200. А так лишний раз игроки еще раз пригорают от того, что там циферку какую-то другую написали. Мне, честно говоря, фиолетовый. Я кори не особо люблю, на нем особо не играю. Да, наверное, кто вложился в него и хотел прямо на нем играть, а из него сделали не то, что им надо. Они, наверное, конечно, недовольны. Но у меня больше 100 премтанков, поэтому я как бы на премтанках наигрался. То, что там какой-то один премтанк пострадал в моем ангаре, я, честно говоря, не сильно на это обращаю внимание. Но люди, у которых, наверное, очень мало премтанков, для них это очень критично. А если это еще и любимый танк был, наверное, вообще катастрофа. Ну и можете написать в комментариях, кто попробовал новый кори, понравился он вам или нет. Может быть, кому-то будет интересно, во что он превратился. Я на нем сыграл один бой, что-то там покимперил, ничего особо про него не понял, ну и ладно. Зато я вот еще на Йохе 10 уровня сыграл 2,5 часа на стриме, наиграл средуху 4000 с хвостиком. Танчик очень сильно много тратит серебра на снаряды. Снаряды дорогие, альфа малюсенькая, пушка немножко кривоватенькая. Вроде по цифрам сведения и точность более-менее. Но стабилизация такая себе, попасть на нем не так уж легко. А каждый снаряд стоит дофига. Еще и альфа такая микроскопическая 360. Абсолютно не понимаю, почему ему не апнули пушку с альфой 440. Ведь она и так была слабее. А теперь разрыв между этими пушками еще больше. Вывод по танку, он мега сильный, очень имбовый. Я разное оборудование пробовал. В итоге пришел к тому, что надо ставить досылатель, стабилизатор, закалку и ехать рубиться. Особо там что-то с точностью не выгадаешь. Ну кривоватая, пушка кривоватая. В полевой модернизации в принципе там выбрал как обычно. Сохранение набранной скорости, точность, обзор, увеличение максимальной скорости и стабилизацию. В принципе там можно немножко под себя что-то поменять. Но тут уже думайте сами. Но танчик скиллозависимый. Поскольку альфа 360, броня в корпусе слабая. Да и лючок на башне есть. Народные умельцы в рандоме некоторые свертухи в лючки иногда попадают. Поэтому в любом случае играть не так уж легко. Нужно прям весь бой играть, стрелять на ДПМе, кататься. Это как огромная СТшка. Если скилла прям очень мало, то танчик реализовать будет нелегко. Но если скилл есть, танк нереальную средуху делает. На этом у меня все. С вами был Варчик. Горать красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...